Приветствую, леди и джентльмены, меня зовут Слава Грис, и я разработчик таких игр, как Фиармониум, Кэтмейс и Reflection of Mine, и в этом коротком видео я поговорю на тему, о которой я вообще не думал, что когда-либо придётся говорить. Мы поговорим про разнопиксель. Поторгнул меня на эту тему разговаривать вот что. Кэтмейс, он выполнен в пиксель арте, и начинающий художник частенько мне присылает свои работы, и работы выглядят хореново. И это нормально для начинающего художника, потому что ты начинающий как раз по той причине, что ты вот смотришь на свою работу, и ты ж не слепой, ты не мудак, ты понимаешь, что что-то с ней не так. Но тебе не хватает опыта, чтобы понять, что конкретно, и это абсолютно нормально. И вот мне присылают очередную работу в очередной раз, и выглядит она плохо, и меня спрашивают, что с ней не так. Я говорю, у тебя разнопиксель, а он говорит, что это. Я говорю, это когда пиксели разного размера, а он говорит, где. А я говорю, вот. И мы друг друга не понимаем. И для этого я делаю сейчас видос, чтобы объяснить, что такое разнопиксель. Для начала, что такое вообще пиксель арт, вообще в принципе, в целом обозначим конкретно для нашего ролика. Пиксель арт это изобразительное искусство, выполненное на уровне пикселей. То есть, по сути, пикселями изображено все на компьютере. Даже я пиксельный. Все, что вы видите на экране, это пиксели. Просто они очень мелкие. Но когда начинает проглядываться пиксель, то есть вот этот вот квадратик, то произведение начинает больше походить на пиксель арт. И работа, которая представляет собой просто сильно приближенную картинку, отличается от пиксель арта в первую очередь тем, что пиксель арт это произведение, которое нарисовано на уровне пикселей. То есть, допустим, вот эта картинка, она пиксель артом не является. Мы приблизим и видим, что она не рисовалась на уровне пикселя. Мы приблизим картинку и видим, что здесь просто месиво из цветов получается. Эта же картинка представляет собой пиксель арт, потому что она рисовалась на уровне пикселей. Да, здесь вот этот пиксель, вот эти вот квадратики достаточно мелкие, но по четким граням, по отсутствию большого количества лишних цветов, мыла и переходов видно, что это пиксель-арт. И пиксель это самая мелкая единица на вашем экране, то есть мельче чем пиксель отобразить монитор ничего не может. И пиксель-арт имитируют то поколение консолей, которое могло выдавать разрешение картинки меньше, чем позволял телевизор. И по этой причине пиксели, вот эти вот маленькие точечки, они превращались не в точки, а в такие вот квадратики. Atari выглядел целиком полностью собранных из квадратиков. Там вот эти пиксели проглядывались даже на LT-телевизорах. Если вы делаете игру в стиле пиксель-арт, вы имитируете что-то подобное, то есть как будто ваше устройство, оно выдает сигнал, который по разрешению гораздо меньше, чем непосредственно сам монитор, на котором все это просматривается. И потому пиксели они заметны. Но когда пиксели разного размера, это создает ощущение грязи и размывает вот эту вот ретро-волну, что собой подразумевает пиксели разного размера. Допустим, вот Alesta. Это пиксель-арт. Здесь все вот эти вот пиксели, квадратики, которыми она нарисована, они одного размера. Я ее нарисовал карандашом, размером 1 на 1 пиксель и сейчас очень-очень сильно приблизил. На этой картинке нет ни одного элемента, который был бы меньше, чем пиксель. А теперь добавим на эту картинку вот эту хрень. Код нарисован с помощью квадратов, которые в два раза меньше, чем квадраты, которыми нарисована Alesta. То есть Alesta, она нарисована не пикселями, не самой мелкой единицы на экране. Она создана не на уровне пикселей, это растянутое изображение. Она выполнена не в пиксель-арте. Давайте еще долбанем вот такой вот фон, где тоже пиксели стали еще больше. И все это создает впечатление чего-то грязного и неаккуратного, и нарисованного не пикселями, а квадратами. Если вы хотите, чтобы ваше пиксельное изображение выглядело аккуратно, не меняйте ничему размер. Пиксель-арт не подразумевает то, что вы можете взять спрайт и его растянуть. Если вам нужно увеличить размер спрайта, то спешу вас огорчить, вам нужно перерисовывать спрайт. Изначально в CatMazy Alesta была вот такого размера. И игрокам это не очень нравилось, потому что она сильно терялась на фоне, да и я в итоге решил по сюжету увеличить ей возраст. И из-за этого мне пришлось перерисовывать модель с нуля, так как я не мог взять и растянуть ее. Это выглядело бы неаккуратно. Это был бы уже не пиксель-арт. Взять картинку с этими мумитролями. Мы видим, что мумитроли нарисованы пикселем большего размера, чем чем елки. А то, что творится на земле, это просто какой-то какой-то кошмар. Здесь такое ощущение, что пиксели по вертикали меньше, чем по горизонтали некоторые. То есть это как такие прямоугольники получаются. И это создает именно эффект вот этой вот каши. А понимает ли это художник, я не знаю. Чтобы он понял, нужно ему вот это объяснять. Вот еще один пример пиксель-арта. Почему-то мне в пиксель-арте очень любят изображать непосредственно какие-то надписи или логотипы. Мы видим, что вот эта вот надпись, она нарисована пикселями гораздо большего размера, нежели все остальное. И это вот как раз добавляет грязи и видны лесенки у буковок. Вы можете эти лесенки убрать, если эти же буковки нарисовать просто нормальным пикселем, не увеличивать их. Другой пример, который, я надеюсь, мне даже не нужно объяснять после всего того, что я сказал. Во-первых, трава опять выглядит как-то блевотно. Во-вторых, пиксель, которым изображена непосредственно сама надпись гораздо больше, но при этом надпись украшена какими-то украшалками, где квадратики как бы совсем маленькие. Плюс ко всему это еще все и светится. Конечно, не использовать разный пиксель это не какое-то правило, которое выбито просто на груди у каждого пиксель-арта художника, и если он его нарушает, эта надпись начинает сжечь. Нет, конечно, многие разработчики, они нарушают это правило, и все равно их игры выглядят нормально, их игры продаются, их игры популярны. То есть, пример там, Раби Риби. Здесь экран пестрит пикселями разного размера. Тем не менее, как-то в общей массовке все это смотрится более-менее адекватно. Лично мне не нравится, но я уверен, что художники, которые на таком уровне выполнили эту игру, они понимали, на что шли, когда меняли размер пикселя. Другой пример — это некоторые игры со SNES или с аркадных автоматов, потому что те же лизячки, которые в начале 90-х умели изменять плоскость, в которой находится спрайт, они создавали разнопиксельность, но при этом создавали какой-то эффект 3D, который радовал глаз в той же степени, в которой режет глаз разный пиксель. И в итоге минус на минус, минус на плюс, короче, выглядело это все воспринималось более-менее нормально. И, на самом деле, я даже не понимаю, каким образом некоторые художники достигают разнопиксельности. Потому что, допустим, вот Cat Maze, он нарисован на холсте 480х270. И я не могу просто физически поставить пиксель размера меньше, чем карандаш 1х1. А для того, чтобы не создавать разнопиксель, мне достаточно не увеличивать размер карандаша и не растягивать объекты. Это очень просто. Для меня гораздо сложнее будет сделать разнопиксельную работу, потому что придется объекты как-то перетаскивать, инструмент придется менять, это лишняя работа. Другой вопрос заключается в том, что вы наверняка слышали где-нибудь такое выражение, как subpixel. Потому что, если у вас игра работает действительно в разрешении 480х270, как работает непосредственно Cat Maze, получается максимально доступная скорость движения объекта, это 1 пиксель за кадр. То есть 60 пикселей за секунду, что на самом деле сравнительно медленно. Если же какому-то объекту, который двигается по пиксельной сетке, увеличить скорость до, например, 4 пикселей за кадр, то получается в определенный момент он будет въезжать в стену или въезжать в какие-то объекты, с которыми у него коллизия. Потому что вот кадр, ему не хватает двух пикселей до стены, он двинулся на 4 пикселя, когда кадр сменился, и вот он уже на 2 пикселя в стене. И для этого, для борьбы с этой проблемой, еще на NES использовали subpixel. То есть вот для программирования subpixel, они имеют право на жизнь. Как раз для того, чтобы считывать коллизии, и для того, чтобы Марио не застревал в стене, а если застрял в стене, то не очень глубоко, и система могла его вытолкнуть как бы в нужном направлении. Эта система работала не идеально, потому всякие спидранеры, они до сих пор используют вот такой вот баг в Марио. Баг как раз вызван тем, что Марио движется со скоростью больше 1 пикселя за кадр, погружается в стену и вылетает из нее не с той стороны, потому что погрузился уже достаточно далеко, а непосредственно сам игрок успел его развернуть. Потому коллизии определенно считываются по subpixel. Но еще другая проблема, которую я вижу в современных играх, которые используют пиксель-арт, это отсутствие вообще в принципе движения по сетке. Вот я нарисовал здесь, разместил такие полосочки, чтобы было понятно, где здесь пиксель. И персонаж, конкретно если это нормальный пиксель-арт, и игра работает нормально, он может принять положение только или вот такое, или вот такое. Непосредственно какой-то промежуточной фазы у него быть не должно, потому что на самом деле это создаст такой эффект, будто это не пиксель-арт, а будто это действительно растянутые просто очень сильно картинки и очень сильно пикселиризованные как раз из-за того, что они растянуты. Это не очень аккуратно. Это на самом деле уже мелочи и задрозство, вот непосредственно то, что персонаж может так стать. Но, например, Blasphemous выглядит так хорошо, потому что здесь использовались прям всеми заповедями пиксель-арта, и выглядит все это очень круто и строго. Многие создают разнопиксельность, добавляя игре вот непосредственно элементы интерфейса, которые выполнены в разрешении гораздо большим, чем непосредственно сам экран. Это уже, наверное, дело вкуса. Если разнопиксель в игре, это дело аккуратности. Если разнопиксель, когда вы двигаете персонажа не по сетке, это задрозство, то вот здесь уже в интерфейсах я считаю, что это дело вкуса. Кому-то это нравится, кто-то хочет видеть маленькие четенькие цифры на фоне таких больших квадратиков, там небо. Кому-то, как мне, больше нравится, когда все выполнено как бы в одном разрешении. В любом случае, я надеюсь, это видео открыло глаза на существование разнопикселя, и если вы, начинающий художник, посмотрите на свою работу и подумаете, что-то какая-то нахреновая, подумайте о том, что нет ли на ней разнопикселя. Возможно, что если его убрать, ваша работа начнет выглядеть аккуратней и лучше. На этом всем спасибо, всем счастливо!